На диване покемон, ребята! Получай! ПАУ! ГОЧА! Всем здравствуйте! Сегодня у нас видак. Он проходит в парке Дримленд и... Я пытаюсь найти... Где он вообще находится? Короче, нашел я уже наш шатер, в котором будет проходить все мероприятие и мне сейчас выдают мою офигенную карточку. А что у меня будет написано, кроме кнопки play? Там будет еще написано название твоего канала. А здесь будет мое новое название или старое? Я не знал. А новое, 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 новое. Вот, 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 вот. Вау. Отлично. Это просто шикарно. Сварные сборно-разборные столы. Преимущество в том, что их можно разобрать, собрать. Тут, оказывается, еще есть аквапарк. Есть еще, вот, вижу работающий аттракцион с машинками. Короче, надо сейчас пойти и снять деньги с карты и как-то оплатить аттракционы. Здесь, блин, реально, есть аквапарк, я забыл, его же открыли. Несколько раз переносили открытие. Хотя бы здесь не сильно громко. Вот, короче, переносили открытие. Я так и не сходил. Кстати, надо сходить. Может быть, в комнате из следующих влогов это все будет. Вот сейчас я иду искать банкомат и снимать деньги с карты. Короче, до банкомата мне идти очень далеко, поэтому я не буду снимать деньги. Я просто подожду, пока приедут друзья с баблом. Сейчас будем ловить с берега, как он ловит мешки. Тише, 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 надо подойти очень тихо. Очень тихо. А можно мы у вас за мешочка возьмем? Нет, нет, за мешочек. Все? Да. В поисках мешка. В поисках мешка, в поисках мешка. Где? Пойдем. Пойдем наказывать вейпинг. Нам то, что на этой зоне вейпить нельзя. Можно. Здесь нельзя вейпить. Просили. Просили. Еще одна игра. Единяя Ходиловича. Пойдем. Пойдем. Берег сахло. Сегодня наш друг хороший сводил татуировку. Покажи. Свел татуировку? Отца. Не свел. Ол Коб и Бафферс. Или Бафферс. Бафферс. Какой снимать? По Дримленду? Я ходил, ничего интересного нету, чувак. Иди по Дримленду сам ходи, я пошел. У меня дела есть. Меня ждут ютуберы. Короче, пацаны, походили мы по Дримленду. Сейчас ничего интересного нет. Стас, пошли пуфики возьмем. Я нашел два свободных пуфика походу. И мы их можем с тобой благополучно взять. Потому что я подходил к... Вот где-то... Короче, вот там видишь две женщины сидят? Да. Вот, там два свободных пуфика. Я говорю, можно взять? Они такие, нет, все занято. Хорошо, вернем. Без проблем. Спасибо вам. Взяли, отжали пуфики спокойно. А мы так сначала, да, типа тихонечко... А потом надо было как-то выкручиваться. Да. Давай. Да, давай. Я и так уже максимально кручно сел. Добрый вечер. Улыбнись. Что ты ничего не сделал? Маш, только... Ты помял? Я вручной фокус. Ты помял. Ты помял. Скажешь, когда-то? К сожалению, я не успел здесь снять, как меня поблагодарили. Короче, мне сказали, что у меня серебряная кнопка. Все мне поаплодировали. Ну, прикольно. Погнали литровую найдем. Здесь только пол-литровую. Субтитры сделал DimaTorzok. Инструкцию по сбору стола. На старт. Внимание. Поехали. Короче, только что мы с Сергеем были участниками в конкурсе от фирмы «Вилея», которая разыгрывает столы и стулья от своей компании. Победителем станет тот, кто соберет стол или стул быстрее. И вот мы только что участвовали. От себя хочу сказать, что, блин, это было... Я даже не знаю, как это описать. Это, ну, как бы, как и любое соревнование, был драйв, была надежда на то, что выиграешь, и был страх, что победит твой соперник. Ну, давай, тебе слово теперь. Но когда, в общем-то, мы собирали, Стас стоял вот в пару сантиметров от меня, я чувствую эмоции, то, что он сейчас меня просто вздрючит в этом соревновании. Вот, и поэтому я уже как-то подсел, старался, старался, а потом вижу что-то, блин, я его вроде как обгоняю. Решил такую шутку немножечко туповатую сделать. Ой, а можно мне кофе? Вот она. Короче, и... Короче, в итоге Сергей победил, но судьи сказали, что у нас были разные по сложности сборки столы. Поэтому мы, скорее всего, еще раз их соберем. Нам записали время, с которым мы уже собрали, и, скорее всего, прибавят время, с которым мы соберем еще раз, и тогда, возможно, придет победитель. Да, потому что стол, который собирал Стас, у него ножки тут под наклоном, и там вот эти траверсы, их нужно поставить... Да, говорят, что это было чуть сложнее. Потому что там они... Траверсы, у меня, допустим, были прямые, у меня без разницы было, как ставить, а у Стаса они были скошены определенно, ему надо было именно под таким способом... Короче, ровненько определенно, да, чтобы все вошло. Вот, я уже слышал то, что у него там что-то не получается особо с этими траверсами, мы там подсказывали, но... Ну, короче, ладно, все, красавчик, спасибо, что ты собирался с собой. Короче, за то, что мы со Стасом участвовали. Ему майку подарили мне тоже, только тут размер XL. Ну, конечно, мне будет великоват, но все равно за участие. Главное, не победа, а участие. Короче, этот влог уже подходит к концу, получился он, естественно, короткий, и мы уже начинаем с ударом ехать домой. Этот Стас подкатил. Йоу. Все. Всем большое спасибо, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ett whoί. П réel. Субтитры сделал DimaTorzok И jetzt parlé.